У нас получался в какой-то момент, скажем, эллипс, замечательно, и у нас получалась какая-то вот такая картинка. Вот он эллипс, и вот он наклонён. Было такое? Вспоминайте. Было. Замечательно. Вопрос. А как узнать его самый длинный отрезок? То, что называется большая усь. И второй вопрос такой же. А как узнать его самый короткий отрезок? Дело в том, что пока вы не умеете это делать, всё-таки нельзя сказать, что вы... То есть хорошо, что вы поняли, что это эллипс. Замечательно. Но как узнать его осенью? Дело в том, что вообще-то эллипс задаётся, как известно, фокусами, да, и суммой расстояния. Ну, сумма — это то же самое, что знать большую... Вот. Так что нам для любого эллипса крайне важно знать вот эти вот два числа. Вот эта вот величина а и вот эта вот величина b. Так, ну что, давайте поиграем. Я боюсь, что сейчас действительно уже лучше всё-таки взять конкретный числовой пример. Давайте возьмём какой-нибудь эллипс. Такой, скажем, х квадрат минус ху плюс у квадрат равняется единице. Согласитесь, что у него даже хорошо числа подобраны, так что мы знаем несколько точек. х равно единице, у равно два точка, х равняется минус единице, у равняется единице или минус единице. Смотрите, четыре точки на этом эллипсе мы знаем, но это не окружность. Кто сумеет понять, какая у этого эллипса большая половина и какая у этого эллипса малая половина? Как вы считаете, тяжело? И вообще, как человечество способно это, в принципе, решать такие задачи? Зачем было симметрические отражения, а это тяжело? Конечно! А вы могли заметить, что на самом деле за счёт прибавления к у константе и за счёт прибавления к у константе в большинстве случаев удаётся избавиться от вот этих вот кефицентов. Ну, то есть, не удаётся избавиться, только в случае параболы. Вот. А в большинстве случаев удаётся, проблем нет. Поэтому, вот, на самом деле, в большинстве случаев это не очень важные числа, а важна сама классичная форма. Но и что? Ну, естественно, нужно уберечься, быть в разделе биссектриса. Да! Почему это так думаете? Почему это биссектриса? Ребята, нужна идея. Потому что пока мы глядим на это выражение, в общем, особого толку не будет. Как мы можем узнать, как мы можем, в принципе, пытаться узнать, что это будет за объединение? Так. Центр эллипса мы знаем. Центр знаем. Вот он, начало координат. Центр, да. Эта точка не лежит на эллипс, это центр симметрии, конечно. Так, ну, если попробовать рассмотреть, где прямые, которые у нас проходят, и посмотреть все две точки, которые пересекаются с самим эллипсом, и потом посещать расстояние к территории богора. О! Услышали проект? Итак, проведем всевозможные прямые. Это разумно. Проведем всевозможные прямые. Посмотрим, где пересечется с эллипсом, и дальше что? Посмотрим. И применяется с эллипсом. А зачем мы между двумя? У нас же цена была коррада. Просто посчитаем состояние до этой точки. Слушайте, так давайте. y равняется k минус. Это я понимаю. x квадрат минус k x квадрат плюс... Всем я понимаю. Квадрат. Значит, отсюда я способен найти x квадрат? Почему реально с квадратом? Так или нет? Замечательно. А мне что нужно? У меня же вот так. У меня y квадрат это k квадрат плюс... умножить на x квадрат. Правильно? По теории Пифагора, чему равен квадрата стоять? Есть какая-то непонятная кривунка. Давайте я сейчас нарисую страшным образом. Можно это такой быть? Ну, вообще-то нет. Конечно. Но, вот, я наслышит центрально-симметричную штуку. Я сейчас делаю следующее. Я провожу какую-нибудь прямую, такую или такую, или такую, с уравнением y равно kx. Понятно? Это уравнение, это прямое. И смотрю, где она у нас пересечет эту кривую. А как вы знаете, где пересечет кривую? Надо y равно kx подставить в уравнение. Подставил? Замечательно. Значит, я без ошибки подставил. Вместо y подставил kx, получил вот так. x квадрат, я честно не писал. А вот теперь важно, что меня интересует не x квадрат, меня интересует квадрат вот этого отрезка, то есть сумма квадратов. Очень хорошо. Значит, я в результате вот это выражение еще умножаю на k квадратов, но мы же самому прибавляем. Получается такая штука. 1 плюс k в квадрате разделить на k в квадрате минус k плюс 1. Ребята, я должен это выражение исследовать на максимуме. Производная. Производная не все знают из присутствующих. Хотя, конечно, можно производной, а главное не нужно. Дело в том, что... Это же вас обманывают, что производная нужна в нынешнем школьном допусте математики. Производная нужна тогда, когда функции перестают быть квадратичными. Когда у вас какие-нибудь сложные функции, понятно, да? Когда у вас сложные интегралы и так далее, нужна производная. До тех пор, пока у вас не убежало дальше квадратное уравнение, то производная на самом деле ничем не отличается от слов «возьмем вершину параболы». И поэтому... Ну, можно, конечно, по производному говорить? И на самом деле нужно из педагогических целей просто, чтобы, в принципе, учить производную. Но, с другой стороны, как бы по делу, что производную брать, что просто решать квадратное уравнение, это все равно. Так вот, как эту штуку мы исследуем на максимуме? По-моему, очень просто. Надо просто приравнять это некое величие и спросить, при каких M это уравнение имеет решение, а при каких M что? Не имеет. Не имеет. Отлично. Ну, а это стандартная работа, которой мы сегодня, собственно, много раз занимались. А именно, пишем, 1 плюс K в квадрате равняется Mk в квадрате минус Mk плюс M. Так, по-быстрому. M минус 1 умножить на K квадрат минус Mk плюс M минус 1 равняется 0. Отлично. K это будет M плюс минус что? Корень из M квадрат, проверяйте мне, ребята, минус, что там? 4M квадрат минус 2M плюс 1. Ну, вообще, конечно, это ужас какой-то. Это ужас какой-то. Но, с другой стороны, когда это квадратное уравнение имеет решение? Когда вот этот корень, что не отрицательный? Это значит, что M квадрат минус 4M квадрат плюс 8M минус 4 это должно быть больше 1 0. Замечательно. Значит, 3M квадрат минус 8M плюс 4 должно быть меньше или равно 0. 3M квадрат минус 8 плюс 4 меньше или равно 0. Так, я вынужден опять решить квадратное уравнение. Какие же корни у него? У него два корня. 8 плюс минус корень из 64 минус 48. А там не минус 3, а вот это? Где? Ну, в сравнении, когда это M квадрат минус 4, ну, я поменял знак вообще-то. Здесь было минус 3. Так, меня сейчас больше интересует, сколько будет 64 минус 48? 16. 16. Сколько будет корень из 16? 4. 4, отлично. 8 плюс минус 4. Значит, на самом деле M первое это 4 шестых, то есть 2 третьих. И M второе это что? 2. Это 2. Слушайте, господа, это же здорово. Это же мы получили ответ. Оказывается, максимальное значение для M это 2. А я напоминаю, M это сумма квадратов. Значит, длина это будет корень из 2. Длина большой полуоси. А M первое, мы с вами считали, оно оказалось равно 2 третьих. Ну, соответственно, малые полуоси это корень из 2 третьих. Отлично. Вот они, два ответа. теперь вопрос. А как эти две полуоси выглядят? Как мы можем нарисовать эту штуку? Ну, на самом деле, вообще-то мы посчитали уже все. Мы посчитали, ведь у нас же здесь был в явном виде написан ответ. X и Y, они удовлетворяли уравнение 5 шла К. Вспоминаем, что такое К. Ребята, К, когда мы считали, то вот для этих М у нас корень был равен нулю. Значит, на самом деле надо М разделить на 2 М минус 1. Это я могу. Это я могу. М разделить на 2 М минус 1 это что такое? Двойку разделить на 2 умножить на 2 минус 1 это будет просто-напросто единица, правильно? А К первое, похитрее, надо две третьих разделить на два раза минус на минус две третьих получается минус единица. Фантастика. Можно было не делить, я не знаю. Это я понимаю, а они-то это не знают еще? Господа, просто есть такая теорема о том, что у эллипса большая полуось и малая полуось они перегулярен. То есть, когда вы берете любой эллипс, то вот эта линия и вот эта линия они всегда до 90 градусов. так что действительно, если мы нашли одно направление, то автоматически мы знаем и второе. Слушайте, получается, что оказывается, у меня картинка не такая, как я здесь нарисовал, а надо было под 45 градусов провести линию, на ней взять отрезок длины корень из двух. Слушайте, а я знаю, что это такое. Это точка с координатами один-один. Здесь взять минус один-минус один, а здесь на эрпидикулярной прямой немножко хитрее. Здесь надо взять отрезок длины корень из двух третьих. Я не очень понимаю, как вырисовать, но в общем вот такая картинка. Вот он, эллипс, который задан уравнением х квадрат минус х у. Вот этот отрезок это корень из двух, а перпендикулярная ему малая плоска это корень и заметьте, я, честное слово, взял более-менее случайное уравнение. На самом деле коэффициенты я взял маленькие для того, чтобы считать было легче, но вычисления абсолютно общие. Идея понятна? То есть мы ищем самый длинный отрезок и соответственно потом ищем самый короткий.